Представители знака Зодиака Стрелец, Стрельцы мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад, второй прогноз, лето 2024 года. Как изменится ваша жизнь, давайте узнаем, что подскажут карты. Летний период планетарно будет обусловлен переходом Юпитера в знак Зодиака Близнецы. Это происходит в самом конце весны 25 мая. И уже с первых чисел июня вы можете почувствовать новый приток вдохновения. Или мы будем больше в этот период, это продлится целый год, но уже летом вы как посыл какой-то в себе можете прочувствовать, что вас заинтересовали новые науки или появились новые интересы. Вам интересно знакомиться с людьми, узнавать больше, раскрыть собственные кругозоры, возможности и горизонты. И энергию Юпитера в Близнецах еще стимулирует интеллект, делает нас более легкими на подъем. И этот волшебный транзит обещает период возможностей, возможностей расширить горизонты и своей жизни, так и улучшить качество жизни, что тоже, согласитесь, немаловажно. То есть сначала какая-то идея у нас всегда в ментальности зарождается, а потом мы ее притворяем в жизнь. Вот больше легкости, больше вдохновения. В самом начале лета мы все прочувствуем. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды. Первая колода – это Таронгелов. Люблю ее. Очень добрая колода. Мы достанем три карты, которые будут соответствовать трем летним месяцам. Итак, как изменится ваша жизнь? Июнь 2024 года. Июнь. Энергия. Или сфера жизни. Июль, мои дорогие стрельцы, для вас. И как изменится ваша жизнь? Август 2024 года. На второй колоде золоченого королевского второго мы раскроем более подробно летний период и первая карта – дела, работа, бизнес, в целом фон. Или чему уделить внимание нужно по меню карт для вашего знака. Энергия денег в целом в течение лета. Личная жизнь, мои дорогие стрельцы. И далее мы достанем еще дополнительно две карты. Три. Для тех, кто один, для тех, кто в паре или в сложных отношениях. Четвертая карта у нас означает, что вас будет радовать, что вам будет помогать, какие приятности. И неожиданности, конечно, такую карту мы тоже с вами достанем. Итак, июнь. Шестерка Пентакли. Знаете, по этой карте идет как и помощь высших сил, так и доверие, безусловно. Доброта идет. Когда нам помогают его величества случаи. Вот такое может быть. Не обязательно это где-то проиграется для всех. Или мы можем не заметить, мои дорогие стрельцы, что более благополучно решится какой-то вопрос. Или более быстро что-то сложится. Знаете, как будто в моменте здесь и сейчас. Вот так надо было. Так бывает в нашей жизни. Есть какие-то вопросы, которыми мы долго, бывает, занимаемся. Или прикладываем усилия, а нас как будто отбрасывает назад. Вот, наверное, какие-то вопросы, которые прежде тормозились. Или то, что по каким-то причинам было невозможно осуществить. Вот здесь у вас получается. Безусловно, по нумерологии. Шесть. Шестерка – это всегда как вершина. Вершина победы. В данном случае у нас Пентакли. Или это у нас шестерка Земли. Это карта материализма. Или вот все то, что я говорила до того, как мы открыли карты. Когда мы не просто идею ради, идею в себе поддерживаем. А когда мы что-то осуществляем на практике. Мы видим плоды труда своего. И высшие силы, повторюсь, нам помогают. Что-то удачно складывается в вашей жизни. И вот эти все энергии Юпитера в Близнецах в начале лета вы можете в себе прочувствовать. Или как минимум какой-то вопрос. Может быть, как раз финансовый. Вы для себя решите положительно. Это могут быть любые вопросы, связанные с финансами или с деньгами. У кого-то это будет означать новая работа или получение новой должности, например. По этой карте прекрасно проходят все вопросы, которые связаны с личной жизнью. По этой карте взаимопомощь. Вам кто-то может прийти на помощь в плане финансовом, выручить или дать какой-то совет толковый. Как вам поступить, может быть. Ведь это тоже подчас очень значимо в нашей жизни. Ну и также это может быть как новая сфера деятельности, к которому вы приступите и, скорее всего, увидите результат. Может быть, это как дополнительные источники дохода. Ну, наверное, любой вопрос, который касается нашей земной реальной жизни со знаком плюс. Июль, как видят карты, вот дополняет все то, что я сказала. И это если что-то получается или складывается, или то, что вы хотите решить, или дела семейные. Вот эта карта «Король земли», она называется в этой колоде. Она подтверждает, это вот тот фундамент, который... Или это та реальность прочная, надежная, как и люди, кстати. Так у кого-то и по дому, по жилищу могут быть решены благоприятные вопросы. Часто это наши супруги, надежные партнеры, как и в личной жизни, так, в общем-то, и по части бизнеса или вашей работы. Это когда мы строим свое процветание, благополучие, изобилие. То есть это следующая ступень где-то за шестеркой земли. И в то же время где-то возможность отдохнуть. Нет здесь синкопы ни в одной карте. Нет здесь какого-то ускорения, от которого мы устаем. А планомерность развития событий. Или когда больше радости, больше надежности, как и в сегодняшнем, так и в завтрашнем. Правда, это самореализация сама по себе у вас в июле. Ну, или, наверное, те планы, которые вы себе поставили к ним, где-то приступили, может быть, прежде. Или продолжение какой-то истории июня. Но приятные очень карты. И август это карта трансформации. Посмотрите, в традиционных колодах 16 аркан это карта башня. Ка башня нам тут изображена, но значение в этой колоде карт немного другое. Я надеюсь, вам видно, мои дорогие стрельцы. Поднесу поближе. Обратите внимание, ангел берет за руку и уводит от той башни, которая скоро будет разрушена. Я часто говорю, даже по другим колодам карт, что есть в 16-м старшем аркане такое значение, как успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И, видимо, будьте внимательны в течение летнего периода, почему вам действительно словно помогают ангелы и высшие силы. И если вам кажется, что вот может, допустим, какая-то ситуация обостриться или... Ну, вот вам как-то нужно быть поаккуратнее, поосторожнее. Значит, вам не кажется. Поверьте, вот подсказки интуиции, этот тоненький голосок интуиции часто выхолощенной конструкции ума заглушают. Больше доверяйте самому себе. Ведь через интуицию с нами разговаривают ангелы. И эта карта, она называется трансформация. То есть что-то меняется в августе, какие-то перемены. Но это для того, чтобы было освобождение. Именно в значении этой карты освобождение. Какие-то перемены, которые неизбежны или как события происходят в вашей жизни. Но это для того, чтобы какой-то новый уровень, как эпоха, этап вашей жизни состоялся. По этой карте нужно быть осторожным. Безусловно, это есть. Но и не терять время даром. Посмотрите, песочные часы нам напоминают. Время идет. Что-то, видимо, будет в вашей жизни, чего вы не сможете отложить на потом, когда придется действовать в моменте здесь и сейчас. Быть внимательным. Может быть, сохранять что-то. Не без этого. Но и как-то трансформировать, трансформировать или адаптировать к тем условиям, которые сложатся вокруг вас. Может быть, и ваша личная адаптация. У кого-то это может пройти вместе с семьей, как переезд. Или изменения на вашей работе так или иначе сказываются на вашей личной жизни. И вам придется тоже себя к чему-то адаптировать, мои дорогие. Но и, помимо всего прочего, аркан, башня еще означает, как прежде были какие-то препоны. Или, может быть, по законодательствам что-то вы не могли оформить. И вот эта башня рушится. То есть то, что вам прежде мешало, это разрушается. Или это отменяется. Может быть, если мы говорим про законы, какие-то подзаконные акты выйдут, которые вам позволят что-то оформить. Или какое-то соглашение принять, подписать какой-то документ, взаимно устраивающий вас и еще кого-то. Здесь у каждого своя история. Но перемены сами по себе. В августе нам карта подсказывает, что где-то будь готов. Дела, работа, бизнес. И эти перемены совершенно необходимы для того, чтобы вы сменили статус. Правда, что-то в вашей жизни завершается, как какой-то этап начинается совершенно новый. Возможно, по карте император это ваша, как я уже сказала, сильная позиция или смена статуса, получение новой должности. Или когда, пусть это даже ваша новая сфера деятельности, вы увидите как и прогресс, так у вас возможность быстро построить карьеру. Безусловно, она тоже есть. Для кого-то в личной жизни есть такой человек, может быть, это ваш партнер, супруг, супруга даже, неважно. Мы не рассматриваем карту по полу. Но какая-то сильная позиция вашего партнера вам где-то тоже помогает. Помогает уважение к закону в принципе, когда выпадает карта император. Император – это власть. Так вот, мы должны уважать власть. Мы не должны прыгать через голову начальства. Как-то все нужно согласовать, чтобы был баланс, была какая-то договоренность. И, безусловно, дипломатия. Чтобы важное что-то состоялось. Он готов корректировать мелкие планы. И об этом тоже говорят карты. Поэтому вот сильная позиция, мои дорогие стрельцы, на лето. Но этой силой нужно очень правильно воспользоваться. Практически все три месяца. Финансы. У кого-то, правда, переезд или смена места жительства. А вместе с этим и смена работы. Работа удаленно. Или работа на самого себя. Смена даже направлений в работе. Кто-то уйдет в IT. Или посредством работы, связанной с интернет, какими-то ресурсами. У кого-то искусственный интеллект проиграется. Почему нет? Это на финансы, может быть, новые совершенно деньги. То есть, ну, отчасти крипто. Или что-то вот вас, как направление, по крайней мере, кого-либо из вас это может заинтересовать. Ведь шестерка мечей, когда у нас хватает мужества идти вперед. Изучать непознанно. Или то, что прежде для нас было либо неинтересно, либо мы чему-то не придавали значения. Но наступает тот момент времени, когда мы понимаем, что прошлое словно завершается. Мы вынуждены идти вперед. Увидеть эти самые горизонты. Или какая-то прежняя история. Мы не хотим, чтобы она была повторена. И это карта заслуженного успеха, когда от ваших приложенных действий будет зависеть ваш конкретно финансовый доход. Что-то не упустить. Карта добавляет значение. Ну, по сути, все то, что мы сказали. Личная жизнь. Шестерка. Кубков. Прекрасно. Нам не говорит эта карта о новом знакомстве. Совершенно. Ну, кто знает. Может быть, у кого-то это состоится. Хотя карта больше говорит о том, что в нашу жизнь могут вернуться люди, которых мы знали прежде. Где-то очень давно. Может быть, это дружба была. Перевести вашу дружбу в новый статус. С учетом карты император. Когда вы, может быть, решите проживать вместе, попробовать хотя бы, да. Или оформить даже ваши отношения. По этой карте нам уже говорят, для тех, кто в паре, да тут, причем еще две карты у нас сверху выпали. И это в целом баланс, гармония, взаимопонимание. Ну, а для тех, кто в сложных отношениях, есть возможность примириться. Правда, мне нечего добавить по этой карте, но мы все-таки достанем с вами дополнительную. Для тех, кто один или одна, как изменится ваша жизнь, будет ли возможность знакомства. Хотя я вижу, что да, но все будет где-то зависеть от вас. Произойдет ли новое знакомство. Запросто. Вот я уже сказала. Колесо фортуны. С учетом карты трансформации, возможно, все. Причем даже в таких условиях, которые мы называем патовое, то знакомство, это, знаете, когда мы его не ожидали. Совершенно внезапное. Новое, правда. У кого-то при поездке, у кого-то при переезде или при каких-то обстоятельствах, когда вы, ну, наверное, меньше всего думали, что вы кого-то встретите или склонны знакомиться. Да. Будьте внимательны. Все-таки судьбе нужно выйти навстречу. Посмотрите, много движений, в принципе. И поэтому, если вы сидите, пригорюнившись где-то дома в уголке, ну, судьба, конечно, может найти, но лично я в это не очень верю. По судьбе нужно всегда выходить навстречу. От наших все же действий немалое зависит. Для тех, кто в паре, для тех, кто семейный, давайте достанем карту, вы будете больше склонны решать вопросы вот внутри вашей семьи. Ваша семья, ваши дети, может быть, родственники или ваше имущество, ваше жилище. У кого-то, правда, совпадет с переездом, когда все усилия направлены на улучшение, на увеличение возможностей каких-то в вашей именно паре или улучшение, более комфортным сделать свое жилище. По девятке жезлов это мы все же немножко обособляемся, но мы смотрим на пару, поэтому вы с партнером на своей волне. По этой карте откликаемся, либо нам когда что-то угрожает, либо чтобы не упустить какие-то возможности. Поэтому для тех, кто в паре, ну, вы будете здесь один другого дополнять очень хорошо. Но сказать, что вам захочется каких-то компаний, мои дорогие, я не могу. Здесь что-то в вашей семье очень доброе, хорошее происходит. И даже если обстоятельства не совсем простые, вы друг друга, повторюсь, дополняете и поддерживаете. Замечательно, есть взаимопонимание. Для тех, кто в сложных отношениях, есть ли возможность помириться, конечно. У кого-то беременность совпадет. Вообще это два старших аркана, мои дорогие, с учетом 16-го старшего аркана трансформации, обе эти карты, у вас что-то произойти может, которое касается либо вашей личной жизни, причем добро-хорошее, со знаком плюс. Карта императрица, тоже карта власти. Дважды, мои дорогие, посмотрите, император и императрица. У нас, по сути дела, выпала пара двух сильных людей, которые дополняют друг друга. И даже если они мыслят по-разному, то смотрят в одном направлении. Вообще замечательно. И если были какие-то недоговоренности, или вы не смогли найти взаимопонимание по какому-то вопросу, это для всех абсолютно. В личной жизни, в течение лета, мои дорогие стрельцы, у вас сплошные возможности. Но тут да, все зависит где-то и от вас. Что вас будет радовать? Да, вас что-то будет радовать, пашкубков. Нам не говорят, что это что-то грандиозное. У кого-то дети будут радовать, или вы, может быть, узнаете, я жду ребенка, это само по себе радость. Или хорошее настроение в летний период. Карта об этом тоже обещает. Или какие-то вопросы у вас будут решаться, но не с каким-то внутренним тяжелым ощущением, а когда сама по себе легкость на подъем. Или когда вы чувствуете, что люди с вами на контакт желанно идут. Вы, мои дорогие стрельцы, люди солнечные. Люди, которые открыты к общению, с которыми как раз хочется общаться. И у кого-то это может быть как новое знакомство с человеком, который намного моложе вас, и такое, значит, это будет как приятность, какой-то бонус. Или, в принципе, не будет даже решения, какие-то вы будете принимать легко. И есть еще такое, кстати, значение, это для всех знаков зодиака, в период Юпитера в Близнецах мы легко будем от чего-то отказываться. И если выбор прежде мы не могли сделать, ну, как-то было сложновато, или было сложно от чего-то отказаться, то здесь будет настолько все очевидно, или если что-то не состоялось, вы можете легко сказать, ай, да и ладно, еще тысяча возможностей будет. И это тоже будет правильно. Давайте посмотрим неожиданности, надежность. Вторая карта Короля Пентакли. Нет как таковых, есть, конечно, то, что меняется, но для вас, мои дорогие стрельцы, это трансформация к счастью, во благо. У кого-то получение новой должности, у кого-то в личной жизни что-то чудесное произойдет, и сама по себе надежность, увеличение дохода или построение бизнеса. У кого-то семейный бизнес. Вы можете начать даже, ну, с минимума. Может быть, надумаете интернет-магазин попробовать, почему нет. Или еще какие-то новые источники дохода. Сама по себе карта об изобилии, о надежности, о надежном партнерстве, ну, и прогрессе на будущее. Я не могу сказать, что король Пентакли большой новатор, мои дорогие. Он все же большой консерватор. Поэтому и вы где-то захотите, ну, больше определенности, что-то, то, что соответствует вашим традициям или традициям той местности, где вы находитесь. Вам захочется соответствовать вот тому императору или изменить свой статус, или изменить свой круг общения, чтобы было больше понимания или большая адаптация у вас произошла в том случае, если правда намечается либо переезд, либо смена работы, либо еще какие-то конструктивные именно перемены, связанные либо с перемещением, либо когда мы меняем место жительства. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.